Детально эту тему мы обсудим с нашим гостем на связи со студией Freedom. Иван Ус, кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований. Иван, я вас приветствую в эфире. Добрый день, Екатерина. Приветствую вас и приветствую всех телезрителей. Иван, давайте разбираться, как же все-таки взаимосвязаны эти события и в принципе что сейчас происходит с рынком нефти в Российской Федерации. Ну, в первую очередь надо вспомнить немножко историю. Это конец Советского Союза, конец 1980-х годов, когда Саудовская Аравия по договору тогда с администрацией Соединенных Штатов Америки решила резко увеличить добычу нефти. И, по сути, вот этот шаг привел к тому, что Советский Союз недополучил огромное количество ожидаемой прибыли. И в итоге, как мы знаем, развалился в 1991 году. Что касается ситуации на сейчас. Саудовская Аравия, она на протяжении многих лет придерживалась для себя стратегии о том, что должна быть высокая цена на нефть, поэтому должны страны меньше добывать нефти. И поэтому был создан давным-давно ОПЕК, а сейчас ОПЕК+, куда вошла Россия и другие страны, которые добывают нефти, с целью того, чтобы как-то уменьшить вот эту добычу нефти и, соответственно, удерживать цены высоко. Но сейчас Саудовская Аравия решила отказаться от этой модели, поскольку мы видим, что цены на нефть в 100 долларов пока не наблюдается. И решила сказать, что так, нас больше волнует не то, что цена там будет падать, о том, что за вот этот период, когда Саудовская Аравия действительно сокращала добычу нефти, другие страны, которые согласились это делать, либо делали это незначительно, либо и вовсе не сокращали у себя добычу, либо сокращали только в том случае, когда технически у них не было этого возможности сделать, как это делала Россия. В результате первые последствия, которые произошли, это то, что несмотря, вот как говорил Владимир Эмельченко, перед включением меня в эфир, что не повлияла война вливания на рынок нефти, она на самом деле немножко повлияла. Она привела к росту цен до 75 долларов за баррель, но как только Иран сделал заявление, то моментально цена упала до 70 долларов за баррель. Сейчас она вернулась к 74 по той простой причине, что была атака Ирана, и все ожидают атаку Израиля, то есть нестабильность присутствует, но при этом мы видим, что эта нестабильность и близко не подталкивает мир к цене в 100 долларов, о чем в прошлые годы, наверное, все не сомневались, что такое произойдет, но тем не менее этого не происходит. Что будет дальше, главный вопрос. И вот здесь, вот здесь, скорее всего, будет действительно уменьшение цен на нефть. Прогнозируется, что оно составит порядка 50 долларов за баррель в 2025 году. У России, как вы говорили в сюжете, почти 70 заложена цена. То есть это будет огромное недозарабатывание денег, и это будет, по сути, вот дежавю с последними двумя-тремя годами Советского Союза. Единственное, что тогда не было такого сильного давления на СССР, то есть, соответственно, сейчас может этот процесс значительно быстрее пройти. Иван, а если говорить вообще о том, какую часть доходов бюджета Российской Федерации сейчас занимает нефть и как вот дальше это все будет построено, то вот эти доходы, они как-то будут возмещаться, будут расти и уменьшаться. Как тут будет эта ситуация развиваться и вообще, насколько сейчас важную роль, важное место в бюджете РФ занимают доходы от нефти? Понимаете, Екатерина, 67% доходов России от экспорта – это доходы от продажи углеводородов. Это нефть, нефтепродукты, газ. Что по нефтепродуктам? После ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям России, Россия запретила экспорт бензина и других видов нефтепродуктов. А это 75 миллиардов принесло им в 2023 году. Что касается газа, мы видим, что санкции, которые потихоньку используются против разных российских проектов, вот по жиженному газу, который Нордгаз, если не ошибаюсь, компания делала в этой области, они останавливаются, эти проекты. Arctic SPG-2 название проекта. Они потихоньку, пока объявили, что они не будут реализовываться, скорее всего, можно говорить, что они закрываются. То есть газ тоже выпадает. Остается нефть. И сейчас, когда на нефть будет основная нагрузка России, получается, что ожидается падение цен на нее. И для России это будет действительно не то чтобы полная, но очень существенная потеря. Вот я говорил про две трети, которые приносят экспорт углеводородов. Вот где-то примерно такую же часть Россия недополучит в значительной степени своих прибылей. Но давайте не забывать, что и в других частях экономики там тоже далеко нет тех сфер, которые компенсировали бы России потерю основных своих фишек. Вот уже «Газпром», знаете, основная компания в России, которая была стабильным лидером по прибыли, в этом году не вошла в сотню компаний по прибыли. По одной простой причине, что она уже убыточная, имеет 7,3 миллиарда убытков за 2023 год. А за текущие, скорее всего, эта цифра превысит 10 миллиардов долларов убытков. Что, естественно, также не приносит позитива России. То есть заменить нефть и углеводороды нечем. И поэтому в России придется... Вот там в резервах что-то остается месяцем на 10. В следующие 10 месяцев в России все будет хорошо. А дальше уже посмотрим. Ну, тем не менее, так понимаю, все-таки они пытаются найти какие-то выходы из этого положения, и переориентация рынка в очень многое мы говорим о так называемом теневом флоте. Вот эта вот серая продажа, за которую очень тяжело отследить, она все-таки так или иначе, но дает какие-то доходы Российской Федерации? Либо это несравнимо с тем, что было до полномасштабного вторжения и таких серьезных санкций? Безусловно, она дает доходы, но тут же что же момент, что за этим следят наши партнеры. Да, это не так быстро происходит, но санкции, вторичные санкции, они также включаются в игру. Более того, ирония же для России в чем? Что ее основные покупатели, Индия, Китай, они заинтересованы в том, чтобы цены на нефть падали. Более того, Индия же вообще платит рупиях, и месяца четыре тому назад была информация о том, что у России сейчас рупия на 39 миллиардов долларов, и Индия не конвертирует их в доллары, то есть, по сути, Индия говорит, что покупайте наши товары, инвестируйте в нашу экономику, но менять на доллары мои рупии вам не будет. То есть, это ваша проблема, что у вас такая большая сумма наших денег оказана. Так что здесь получается, что Россия, безусловно, ищет варианты, где как заработать, но параллельно вот это санкционное давление поиски, скажем так, упущений санкционной политики, поиски того, как Россия обходит эти санкции, они в том числе приводят к тому, что все сложнее России зарабатывать на даже теневом флоте, потому что эти корабли, эти танкеры надо где-то как-то ремонтировать, если они попадают в черный список, то они в один порт для ремонта, они зайти не смогут. То есть, тут уже получается риск тех, кто предоставляет Россию услуги этого теневого флота, что они могут, скажем так, недосчитаться своих кораблей элементарно из-за того, что их никто не будет чинить, а любая техника, она требует постоянного, скажем так, ухода и починки. Иван, ну при этом все-таки вот этот доход от нефти, он сейчас все-таки для Российской Федерации делает какие-то проблемы или не делает? Ведь мы говорим о том, что это очень была большая статья доходов, что Россия очень много на этом, на всем зарабатывала. Сейчас то, что происходит по факту и вот эти попытки как-то удержаться на половой и продолжать продавать нефть так или иначе, насколько это все помогает им на плаву удержаться. У них какие-то есть другие, возможно, статьи доходов, которые могут компенсировать потерю вот этих денег? Ну, как говорится, доход не приносит проблемы, проблемы приносят отсутствие этого дохода, и поэтому у России как раз вот эти проблемы больше возникают. Да, у России есть и другие сферы. Это металлургия, это лес, это руда железная и это пшеница. Вот здесь, кстати, санкций особых нету, по той простой причине, я имею в виду, против России, потому что все-таки это продовольственная глобальная безопасность и никто не хочет, скажем так, столкнуться с недополучением большого количества продуктов питания, в первую очередь зерновых, на мировых рынках. А тут Россия, она, скажем так, очень серьезно играет роль. Здесь еще Россия может замещать частично, но повторюсь, две трети доходов — это именно углеводороды. Пшеница, металлы, руда, лес — это все значительно меньше приносит России денег. Соответственно, в полной мере компенсировать потерю основы своей экономики это не сможет. Поэтому будем опять-таки наблюдать, но пока тенденция, как мне кажется, у России крайне негативная, и поскольку вряд ли Россия захочет останавливать войну, то, значит, она будет все ближе приближаться к точке, которую называют экономическим крахом. Ну вот эти вот попытки, опять же, выйти из положения, я так понимаю, что они разрабатывают какие-то планы, сейчас тестируют какие-то стратегии, насколько это все успешно или неуспешно? Безусловно, планы разрабатываются, как и бюджет, кстати. Вот многие отреагировали, что ой, вот Россия хочет принять такой огромный военный бюджет, что там будет внутренняя безопасность и оборона, 40% расходов, а еще добавим туда засекреченные статьи, это еще 30%, это 71% по моим расчетам расходов, что это такие большие деньги. Но знаете, чтобы деньги потратить, деньги надо заработать. Это очень важный момент. А то, что вы в планах написали, что вы их заработаете, это не означает, что вы их реально в жизни заработаете по факту. Поэтому, безусловно, Россия ищет варианты, где найти. Россия, безусловно, будет повышать налоги. Я думаю, что это очевидно. Будет повышаться, возможно, какие-то, скажем так, платы за использование ресурсов, что будет негативно влиять на развитие экономики. Налоги будут и на граждан негативно влиять. Возможно, будет печатание денег. Но это будет ускорять и без того немаленькую инфляцию в России. Мы видим, что 19% учетная ставка не останавливает инфляцию. Инфляция это говорит о том, что она реально 20%, а может и 25% в России сейчас. И, по крайней мере, если уж 19% не останавливает ее. И она и выше ее. То есть получается, что, конечно же, планы Россия разрабатывать будет. Вопрос в том, насколько эти планы будут реалистичными. Потому что одно дело на бумаге нарисовать, как вы выходите из ситуации, а другое, чтобы вот то, что вы нарисовали на бумаге, материализовалась жизнь. Ну что ж, будем продолжать следить за ситуацией. Иван, вам большое спасибо за то, что к нам присоединяетесь и помогаете разобраться в экономических темах. Напомню, Иван Уз, кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.